Я уже так тихо и готова тогда я представлю, хотя мне кажется, что многие из присутствующих знают Андрея Юрьевича Бодрака, но для тех, кто не знает, я как бы даже хотела начать с такого лирического отступления от себя, потому что лично я сегодня первый раз выслушаю лекцию, но с лет так 19 я знаю о том, что существует такой вот прекрасный преподаватель в нашем университете от своих друзей. Я училась в политехническом университете, у меня были друзья-историки. А потом и брат был, там же учился, и постоянно звучало, там, разумплау, бода, капота, капота, какие-то вот такие вот вещи. Я, в общем, не знаю о ком речь, но знала уже эту фамилию, вот, то есть вот об этом. И еще как бы такое второе тоже такое лирическое отступление от себя, что когда-то года, наверное, три назад, это получается, мы начали проект документального театра истории Беларуси, вот, и первый спектакль задумывался как спектакль о деревне, о белорусской деревне. Ну, такая была задумка, то есть пойти от архаики, от корней. И, ну, мы решили, что надо отправиться в экспедицию, раз это документальный спектакль, в основном на документальных интервью, на фактах. И, значит, перед тем, как отправиться в Полезскую экспедицию, мы перелопатили, там, кучу материала. Полезский номер архе попал мне в руки, который, ну, практически полностью, вот, я прочла. И опять столкнулась вот с фамилией Андрея Юрьевича Бодок со статьей вот о Полесье. И вот эта вот тема сегодня, она будет звучать. Я была, надо сказать, поражена этим фактом, который, вот, о которых излагалась в статье. И, вот, и когда вот мы выбирали очередного лектора, пришло в голову, почему бы нам не извлечь из такого достаточно закрытого учреждения, известную личность, чтобы люди в свободном вот таком вот доступе, как сегодня, могли выслушать. И я это представляю вам еще раз, Андрей Юрьевич Бодок, лекция «Носополесье», «Полешика». Дело в том, что, значит, как бы, суть того, что, о чем может пойти сейчас речь, это о том, как, какие отношения, скажем так, формировались и складывались между властью и народом на Полесье в послевоенные годы. Вот, почему это интересно, потому что, по сути дела, до 1939 года, можно сказать, Полесье, ну, мы берем наше Полесье не Мозырь, а вот, конкретно, вот здесь Ганцевич, Истолин, Лунинец, скажем так, да, и все, по Брест. Вот, регион сам по себе очень интересный, если говорить об отношениях именно власти. Дело в том, что в 1939 году, до 1939 года, по сути, этот регион, хоть, да, значит, он жил, как бы, в условиях одного государства, одной государственной модели. То это была первая вещь посполитая, да, весь регион там. Сверху поляки, снизу полешуки, которым все по-барабану живут сами себе. Потом Российская империя, та же песня. Вот, до Варшавы, значит, да, империя по полной программе. Потом вторая речь посполитая, та же самая песня, да. И при этом во всех этих моделях, как-то, да, получалось, что власть и полешуки существовали параллельно. Люди на болоте, вот, то есть сидишь ты на хуторе, хоть засидись ты там, понимаете, да, там, хоть там утони в этом болоте, хоть плавай, там, всю рыбу перелови динамитом. Вот, но дело в том, что, опять же, к чему? К тому, что, вот, это вполне устраивало местное население. Меня никто не трогает, я безобидный полешук тоже никого не трогаю. И вот с 1939 года появилось две власти, которые почему-то страстно потребовали взаимности. Вот, то есть это было впервые. Вот, наши, вот, один раз потом, эх, раз, еще раз. Вот, и немцы, соответственно, то же самое. То есть, давайте, давайте любить друг друга, там, говорили друг другу комплименты. Полешук подумал, подумал и пошел, отплавился на лодке в лес. Вот так вот. Потом, соответственно, да, значит, ну, это еще одна такая ипостасинка. Второе, это то, что сам по себе регион интересен тем, что он, вот, как раз для этих властей, которые начали активно им интересоваться, он представлял собой головоломку. Почему? Потому что никто не знал, как с ним управляться. То есть, идеально поступал царь и речь посполитая. Забыть просто про них и до свидания. Вот, а если надо управляться, то нужно понимать с кем. А вот это вот, а понимание, как раз, не та, не другая власть, другую не наследие. Вот, так вот, регион достаточно замкнутый. Вот, учитывая то, что все-таки здесь раньше миллиардации не было, то действительно люди могли жить десятилетиями, как Робинзон Круза с попугаем на плече, зонтиком, значит, искать своего пятницу. Вот представьте, даже такая вот ситуация. Из советского источника партизанский командир, кавпаковский, ну, возможно, знаете, во время войны была такая армия Кавпака, украинская, коммунистическая, межпартизанская. Вот, они как раз шли с рейдом на Карпаты. Зима глухая. Идут как раз по полесью. Вот, ну, по зиме было бы, идти по зимненьку по болотам лучше, потому что все-таки там лед, все замерзало. И вот напарываются на хутор, вот, выбегают радостные какие-то местные люди, батюшки, хоть людей увидели, вокруг них чуть ли не хороводы водят там, вот, а потом, значит, уже их угостили, самогонки налили, хлопцы, а вы, ну, что роби-то? Вот, те, немцы мы воюем, тишина за столом, и хозяин хутора, что, германцы еще до сих пор? То есть, понимаете, да, в Верши Горяш плохо стало, это сколько событий, мимо кассы вообще прошло, то есть, они как в 15-м году где-то вот там застыли, да, то есть, мимо революция, одна, вторая, там, да, во-первых, значит, ну, Первую мировую зацепили. Вот, затем, опять же, гражданская война, здесь вообще как-то так слабо, так, какой-то легкий шум имел место летом, 20-го года наши пришли и убежали бастенько, значит, да, вот, то есть, тоже как-то ничего не поняли, вот, но дальше еще интереснее, потому что вот это население, оно ведь не испытало прелестей коллективизации, в отличие от своих восточно-полезских коллег, да, то есть, они не знали, что это такое. Они не знали, что такое репрессии 37-го года, вот, то есть, они не знали очень многое из того, что было фактором жизни восточной Беларуси, и, в частности, те же репрессии, которые все-таки нагломили чуть-чуть психологически жителя восточной Беларуси, да, то здесь как-то вот население оказалось непоротое, то есть, оно осталось вот с прямой спиной, и крайне недоумевало, чего эту спину пытаются как-то там согнуть, спина обратно возвращается, вот. Плюс ко всему еще нужно понимать еще и такой факт, что население за первую советскую власть, ее просто испугаться толком не успело. Разозлиться? Разозлилась, да? Вот, кстати говоря, Ганцевичский район, про то мы можем поговорить отдельно на эту тему. Мы пересеклись на одних документах. Потом расскажу, что здесь. Так вот, значит, да, вот что интересно было, злость будет, потому что первая власть, значит, сделает бесспорно много хорошего советское, это имеется до 39-41. Уж никуда не деться от того, что наконец-то занялись образованием детей, полякам это было до барабана. Вот. Начали, наконец-то, заниматься здравоохранением всерьез. Начали подумывать о радиофикации, кинофикации, то есть потихоньку кичат укатор в скалы хилу. Вот. Но с другой стороны, куча высланных, да, огромная куча дури, о которой потом чуть отдельно еще скажем. То, что население начало потихонечку закипать. Вот. А теперь вот просто представим себе психологию местного жителя той поры. Вот. Для примера, просто, ну, пришлось взять, как бы не то, что наиболее типичный, а наиболее яркий район в этом смысле, Дывинский. Ну, возможно, есть кто-то из Кобринского района, вы знаете, да, что южная часть Кобринского района до 59-го года была районом отдельным. Это Дивин. Это Радостова, Осса, Хабовича, там, и так далее, Великого, Чемерин, Хабовича. Вот. И вот представьте себе, что мы с вами родились в 1900 году. Да? 900-й год. Мы в составе Российской империи. Мы подданные царя-батюшки. Там где-то в управе царь висит бородатый, значит, с орденами висит. Вот. Значит, ну, вроде как, да. В 15 лет власть меняется. Да? Мы после этого 3 года сидим под немцами. Вчера вместо Николая висит кайзер. Вот. Тоже усатый вроде бы, да, ничего там. Вот. Но просто уже как-то балбочат не по-нашему. Вот. Власть какая-то такая гадостная, да, там все крадут, реквизируют. Вот. Потом, 19-й год, советы первые гуденовки проводили глазами. Ух ты, до Кобрина. Но ничего не успели даже сказать. Торопились. Потом, ах ты, конфедератки, польские. Потом опять, ух ты, так и плятают, да, 20-й год, ах ты, уже на 20 лет. Вот. То есть представьте, что вам, значит, 39, вы подданы польского государства. Терпеть эту почту не можете, но тем не менее, вас уже отправили в армию, в польский жилнежин, там побыли где-нибудь позже, да, или где-то еще в северном городке. Вот. Ну, то есть, как стало бы, так и есть. Вот. 39 лет вы становитесь подданным Советского Союза. Портрет поменялся, теперь, значит, борода исчезла у сищи. Вот. Вот. Еще в 41 год у сищи почему-то резко сократились. Вот. Тоже не очень понятно. И в 44, наконец, усы обратно появились, вот, и уже как бы надолго. Вот. Вот. Ну, это мы сейчас знаем, что это надолго. Вам 44 года, и вы за это время сменили в 10 раз в власти, да? Никто дает гарантию, что она не сменится 11-й, вот завтра или послезавтра. Повторяю, что нам очень легко с высоты 2015 года об этом поговорить. Это вот один момент. Вот почему еще человек откровенно засунул вот такую фигу в карман, и сидит, и дальше живет. Почему? Потому что он узнает, что. Но даже если мы берем чуть-чуть иную ситуацию, то есть, предположим, мы с вами родились в году 20-м. То есть мы родились в Польше. Возможно, мы даже сходили в польскую школу. 4-6 классов больше не надо, и хватит. Тоже поляков не сильно любим, потому что не надо белорусов, потому что очень серьезно. Но тем не менее, все равно мы в составе польского государства. Абка голосовал за все им выборы, там еще что-то такое, там Белсуцкий, опять эти усы, черт подери. Вот, значит, не сползают с портретов. Вот, и в итоге о чем речь? О том, что в 19-м советская власть. Говорят, комсомольцем быть хочешь? Это че? Вот, то есть понятно, что никто ничего не знает. В Востоке Белоруссии там человек уже там, сначала, говорите, прочитал стишок про товарища Сталина, значит, потом он стал октябренком, потом пионером, потом комсомольцем. То есть он уже социализировался в определенной среде. Здесь ничего этого нет. Вообще нет. Ну, там кто-то, возможно, попал в Харцеры, но это очень редкое явление было. Это там, в Польской Молодожной. Вот. В итоге, что? Дальше, в 21 год, эта власть кончается, и он попадает уже в сферу нацистской пропаганды. Так ведь? Мозги так протрут, об этом мы еще чуть попозже скажем, вот, что, в общем-то, в 24 года к моменту освобождения у него в голове, что угодно, но только не советская власть, понимаете? То есть вот, почему этих людей нельзя судить с нашей колокольни, с нашего, значит, ну, скажем так, с нашей точки взгляда, скажем. Вот. И вот тоже, вот опять же, сохранился крик души, 45-й год, значит, отдел образования, Брестского, значит, область полковного. Вот. Дело в том, что наши вернулись, вот, ну, автоматически всю местную молодежь, там, 14-е до 16-е записали в комсомольцы. Вот. Тем, кто мог у 14, тем еще хуже, те вообще ничего не помнили, они социализировались уже, вот, когда им было 11 лет, это 41-й год, да? И вот их записали в комсомол, вот, как вот, это как раз речь идет о железнодорожном техникуле. Вот. И секретарь комсомольский просто говорит, я ничего понять не могу. Вот комсомольское собрание, вот сидят комсомольцы настоящие, ну, там восточники, там кто-то, и эти собьются в кучу, в углу, и зверями смотрят. Вот. То есть они не знают вообще, чего такое происходит, почему должны там товарищу Сталину там ракоплескать, там ху, колокольчик, извините, все остальное. Значит, а если мы уже говорим, значит, о послевоенном периоде, то действительно, вот, в ожидании новой власти, как ни странно, до 47-го, 48-го года очень серьезно бродили слухи, что, наверное, сейчас начнут войну англичане и американцы с Советским Союзом, и Советский Союз ее проиграет. И поэтому надо, наверное, учить английский. Причем, что это такое, никто не знал. Народ такой дремучий, университетов не кончающий. Вот как показатель, это в документе 41-го года весны. Значит, ну, видимо, докладчик из местных, не очень понимает, о чем речь. Вот. Читает, наша молодежь доблестно билась с финскими белогвардейцами и японскими самаруями. Вот. То есть, ну, слово самарай, человек в жизни не слыхал. А что, самаруй, самарай, там, ну, где-то там, в общем-то. Вот. Так вот, опять же, дальше. Ну, и, в общем-то, получилось так, что вот Дывинский район, действительно, до 39-го года себе тихо спал. Правда, спал достаточно своеобразно. Дело в том, что при поляках здесь были высокоразвитые прудовые хозяйства, которые производили угля, который активно продавался в наших пивных брестских вот здесь. Вот. А сеток. Можно себе представить белорусскую белугу. Можно. Была. Просто, когда пришла советская власть, у советской власти с продуктами как-то вот параллельная линия. То есть, здесь, советская власть, там нет продуктов. И, ладно, вот так. Значит, это даже вот был такой интересный, вот такой вот фотография любопытная. Значит, на Волге есть два города, Маркс и Энгельс. Да? И вот указатель Маркс и Энгельс. Продуктовый магазин. Так вот, опять же, что интересно, белуга и осетрыф поставлялись в парижские рестораны. И, в частности, есть документ, по которому ресторан Максим, не самый поганый, парижский ресторан, он получал белугу с клеймом Дивин. Там такая корона, такая интересная. Как вот наша корона сейчас, этот Лобаз, на Московской, вот такой же примерно, такая вот штучка. Вот потом, опять же, все народы, которые здесь жили, проживали достаточно спокойно, никто никого не трогал, никто никого не обижал. У каждого была своя диша. евреи тихо себе занимались мелким производством, каким-нибудь этаповый. Вот поляки, опять же, тоже ремесло в основном. Беларусь пахал землю. Вот полишук, все вместе, плюс еще рыбу забил. И никто как бы не заставлял друг друга вот как-то там бить морду или допозиционировать себя лучше, чем другого. Но все началось именно с войной. Дело в том, что вполне возможно, это только, конечно, предположение, что не будь войны, то все, что натворила советская власть в 1939-1941, оно бы так потихонечку и затихло, как это было в Восточной Беларуси. Почему? Оружия не было у людей. Понимаете, да? То есть война, это что? В 1941 году наша армия, отступая, оставила колоссальное количество техники. Потом, когда немцы будут отступать, оставят еще кучу большущую. И все это бесхозно. Ящиками эти гранаты из леса волоки, пулеметы, пушки, все, что в сарай влезет, все, значит, здесь. И вот это уже повод для того, чтобы разобраться с соседом. А ты у меня морковь на моем участке посадил. Вот раньше на уровне подрались просто и все, а теперь ее из порточки. Да, и так убедительно, значит, соседу объяснить его неправоту. Затем, кроме всего прочего, еще здесь в регионе начинается большая вот эта катавасия во время оккупации немецкой. Потому что красные партизаны есть бесспорно. Но параллельно действует армия Краева. В самых северных регионах. У этих своя свадьба. На юге Бандера. Но при этом, опять же, помимо Бандера, еще и Бульба. Просьба не путать эти две конторы. Вообще, надо сказать, что деятельность Бульбовцев до сих пор еще по ней нет нормального, серьезного исследования. Потому что их формально считают бандеровцами. Кстати, советская власть тоже не вникала в эти вещи. Бандера все по северных регионах. На самом деле, даже сами бандеровцы исключили их из своих видов в 43-м году за то, что они отвечали с беспределом по отношению к местному населению и очень серьезным беспринципностью. Так что, тут тоже есть свои нюансы, но факты повторяют, что они еще, к сожалению, недоступны для исследователей. Ну и в общем-то получилось так, что осенью, точнее, к концу июля 44-го года район был освобожден от немца. Но это не означало начало счастливой жизни. Счастливая жизнь была на востоке Белоруссии. Там хорошо, там все свои. А вот здесь как раз и началось самое страшное. Вот. Ну, это не совсем интересно, просто тут на 8-й листах Сурима сделал подборку того, что творилось до 49-го -50-го года. Вот. Здесь была самая настоящая война. Брестские этого не ощущали. Вот. Предположим, там Коплинские возможно тоже не ощущали. Вот. Пинские не очень ощущали. Но вылезет и, значит, километров за пять в сторону от трассы можно было не сносить голову. Драка шла очень серьезная. Причем драка всех против всех. Вот. И в итоге что получалось? О том, что, конечно же, немцам просто судьба подарила ситуацию, которую только дураками использовали. За эти три года оккупации они включили все вот эти национальные мины очень активно. Все вот эти обиды повытаскивали, да? Вот. Ну, значит, евреями тут понятно все. Значит, с ними разобрались в кавычках уже в годы оккупации, все претензии уже сняты. Вот. Русских в регионе почти не было. Оставались кто? Поляки, белорусы и украинцы. Вот. И вот эти так как раз и началось. И вот то, что поляки сильно разнервничались, потому что у них уже теперь нет статуса государственно образующего народа. Вот. Они теперь одни из. Вот. То есть спесь уже как-то приходится убирать. Вот. Следующие, значит, украинцы вдруг обнаружили на карте, что оказывается есть УССР. Ух ты. Вот. А что это манима? Вот. Потому что мы в СССР, да, но мы как бы вот уже совсем наши. Вот. Белорусы самые довольные, потому что ну тут вообще красота получилась. На карту посмотрели и приятно удивились. Вот. Поляшуки индифферентно значит, и гнули и ничего не поняли. Вот. Но тут же начали активисты всех вышеуказанных трех этнических общностей их активно охаживать, водить хороводы. Вот. Поляшуки это Украина. Нет. Поляшуки это Белоруссия. Вот. Ну поляки там ничего не говорили, но в принципе все нормально. Эти хлопцы давайте воевать. Вот. То есть вот так вот постепенно народ и разбышкали. То есть по сути дела вот самые страшные, самые паскудные, самые поганые конфликты это конфликты национальные. Потому что вот здесь ничего не зависит от личности человека. Вот. Если просто в обычной ситуации ты подлюка, ты хороший человек, ты щедрый, ты жадный. Вот. Значит. Но это вот просто характеристика человека. А здесь может быть трижды хороший, но ты не мой. Вот ты не такие, как я. Понимаете, да? И все. А вот это зараза пивнейшая. А Левин проявится. Поляки Белоруссии. Значит, вот нашу. Да? Вот это гадство как раз начинает людям портить нервы. Да? Вот примерно кое-где не будем говорить кое-когда и кое-как. Вот. И в итоге значит можно сказать, что немцы здесь заложили просто мощные этнические мины, которые с освобождением стали тупо взрываться. Вот. И вторая советская власть была вынуждена теперь эти мины разминировать. Иногда ценной жизни собственных работников, скажем так, и прочее. Ну и местное население еще. Вот. Не буду загаживать в памяти всякими постановлениями, но только можно сказать, что за период после освобождения именно полисию в той или иной мере было посвящено четыре постановления от ЦК партии до областного комитета. Смысл везде был один и тот же. Значит, как заклинание, знаете, такие мантры «Ом мани по одной холм», посетить Абрестский клуб. Значит, смысл такой, что как бы местное руководство советское и партийное недостаточное внимания уделяет интернациональному воспитанию и вообще типа воспитанию советскому. Вот. Ну, о том, почему оно не могло уделить немножечко попозже. Так вот, что здесь было такое? Значит, извините, чуть-чуть так. Весь август 44-го года, по сути, этот район был полностью парализован. То есть армия откатилась, воюет уже в районе Варшавы. Да, вроде бы все хорошо, а здесь люди нос боятся высунуть из окна. Вот. В гарнизонах населенных пунктов нет. Вот. Основная масса так называемых повстанцев, а по сути бандитов, это бульбовцы. Бандиты, потому что они все-таки ладно бы, они убивали декларированных врагов. Тогда это еще быть как-то можно было бы понять. типа убиваю коммунистов. Ну ладно, тогда все понятно. Не разделяем, но понимаем. Но когда, извините, в отдел шли женщины, учительницу водили, мучили в лесу, убивали, детей стреляли, вешали, вот это куда? Так что, живодеры и бандиты. Больше по-другому о них ничего не сказали. И не какой-то идея, может, и была у кого-то, а у кого-то просто социальный тип, который получил в руки автоматы, который теперь имеет возможность сделать все, что он хочет. В наше время вот таких типов тоже будет много. Поверьте, не дай бог, что, вот дай кому-то вот так вот нож и скажи, или автомат, что вот ты можешь сейчас убить человека, потому что тебе можно. Такое начнется. Вот. Адмо, правда, золотурит на это интересное. Это кажется, только что так все хорошо. Так вот, опять же, что получалось? И весь август, по сути, срывались все поставки, убивались партработники, значит, терроризировался местный актив, фактор, вот, фактически Дывин находился в самой настоящей АСЭРе. Зимой и осенью ситуация 44-го года оказалась еще хуже. На официальном областном уровне было признано, деятельность советских органов парализована. фактически, что без... Да, в ноябре, например, 44-го года бандиты сорвали восстановление Белозерского канала, близко от Дывина, в другой районе чуть-чуть, Вот, перестреляли там, опять же, руководство работами, рабочие разбежались, кое-кого увели в лес, их судьба неизвестна. Вот. Красная армия была вынуждена осенью 44-го года провести целую спецоперацию, значит, на гранино-стыке Дывинского и вот соседний трогический, провел, значит, да, причем не просто так, ахипапки до сих пор не, как бы, недоступны исследователям, но, как обычно, когда что-то недоступно, у нас есть такой принцип, если нельзя, но очень хочется, то можно, вот, там шла, не просто бои, там была серьезная войнуха с применением всех средств, только без авиации, вот, счет убитых шел с двух сторон на сотни, вот, то есть, ну, как будто бы, это действительно берут какой-нибудь Бреславу, там, или Кенисберг, кошмар был такой, вот, значит, ну, и, кроме всего прочего, очень важным таким моментом антисоветского сопротивления в этот период становится то, что количество банк начинает расти, то есть, если, например, весной 45-го года только в одном повике, вот, знаете, есть такой, значит, автобус, Брест-Повитье, да, вот сейчас вроде едешь тихое, спокойное село, ага, 62 лет назад заехал в один конец, попрощавшись с родными, сразу с могильным памятником, вот, так вот, опять же, значит, под весной 45-го года 100 семей имело родственников в банде, и это было официально зафиксировано, и куда их делать, тут же, вот, осенью 45-го года уже 160 семей имели такие прожили, вот, кроме того, постоянно срывались мобилизации в Красную Армию, вот, осенью 44-го года, вот, по району было призвано призывного возраста 648 граждан, вот, явилось только 140, вот, значит, ну, и когда там Брестский областполком начал орать, что такое, почему, лучше бы обратили внимание на то, значит, в Высоковском районе Ивантопольском вообще никто не пришел, а так, значит, да, из тех, кто пришли, половина удрала из распределительного полка уже на территории Бреста, вот, но в основном понимали, что идти им домой как-то не с руки, потому что здесь военком заинтересуется, вот, поэтому куда шли к хлоптям у Лис, вот, там хорошо, там свежий воздух и грибы, вот, одно село, типа Новоселки, например, да, тоже очень крупное в Коблицком районе сейчас село, тогда Дыринский район, оно за 44-45 год дало 700 случаев дезертирства, правда, заранее оговорилось, эта цифра попадается постоянно и в официальных связках, и в документах, вот, но даже если учесть, что село здоровенное, эта цифра нуждается в перепроверке, но даже если мы поделим это на два, вот, все равно будет очень, короче, в кавычках, вот, значит, для того, чтобы хоть как-то, ну, во-первых, хлопцев довезти до военкомата, вот, а во-вторых, чтобы хоть немножечко разбавить остроту впечатлений, создавались истребительные батальоны из местного населения, вот, они действовали по принципу такого, примерно, то есть, шлепну хоть одного бандита, и все, ты уже в лес не уйдешь, тебе бандиты это припомни, да, то есть, как бы, человек уже одним этим выстрелом ставил себя уже на эту позицию, и он уже советский, вот, но, правда, с другой стороны, когда такие ребята попадали в плен бульбовцам или упавцам, судьба была просто страшной, то есть, если просто советских руководителей мучили перед смертью, то здесь это просто издевательство было, самое настоящее, вот, вот, таких примерно условиях и началась новая советская власть, ну, поскольку местному населению доверия не было, везде отмечалось, что население Малорицкого, Девинского, Кобринского, Драгичинского, Ивановского, Столинского районов, демонстративно, не скрывая, симпатизирует бандитов, более того, осенью 44-го года, даже, опять же, ничего не говоря, то есть, опять же, не пытаясь скрываться от местных властей, вот, в тех же новоселках, например, в тех же Хабовичах или в Хидрах, не в Хидрах, это тоже Хабовичи, ОСА, население ежедневно сдавало в лес семьи по килограмму хлеба, приезжали люди, не стесняясь, вот, предсельсовета, здравствуйте, значит, на телегу, представитель сидит парализованный, потому что сейчас шевельнется, следующее шевеление, он уже будет в гробу, красиво лежать, вот, поэтому, как бы так, потом, значит, да, и в итоге, конечно же, все руководство в основном было восточники, которые не бельместно не соображали в местных условиях, но, опять же, конечно, им было очень и очень тяжело, вот, либо же на низовых структурах это в основном местные из партизан, ну, причем, надо сказать, что отношение к партизанским руководителям тоже было непростым, вот, вообще, в Белоруссии, надо сказать, что после войны более пяти тысяч председателей колхозов, это 92%, это были в основном выходцы из партизанской среды, потому, что они, как бы, за годы войны в лесу, они доказали свою лояльность, вот, это были люди, которые ничего уже не боялись, вот, к жизни относились, ну, три года все-таки в землянке провести под свистом пули, это о чем-то говорит, вот, поэтому, конечно, они считались, как бы, опорой власти, но проходит какое-то время, а именно, где-то примерно с конца 46-го года, к ним начинают относиться уже настороженные, и потихонечку выдавливают, к 50-му году партизан почти не останется, почему? А потому, что они самостоятельные, вот, человек, который три года сидел в этом лесу, он привык к тому, что не всегда нужно дожидаться, алло, Москва, Минск, что там надо делать? Он должен принять решение моментально, потому, что от этого решения зависит, этот ряд сейчас немцы размажут по вкусному, или они еще какое-то время просопротивляются, еще немцам накидают хорошо. Вот, и поэтому и получалось, что когда, предположим, с центра приходила какая-то очередная дурь, вот, то они уже так включали природный соображатель и думали, ага, вот это я выполню, потому что это разумно, а вот это дурь, вот поэтому выполнять не буду. Вот вообще надо сказать, что вот если даже потом на макроуровень переходить, то конечно величайшее счастье для Белоруссии было в том, что вот 50-е годы, 60-е, 70-е у власти были партизан, вот, потому что эти ребята не торопились выполнять все, что скажет Москва, ну, во всех смыслах этого слова, как ведь Белоруссия бутва, извините, вот, решали вопросы аккуратно, как говорил там один персонаж, я твою руку буду бить, больно, но аккуратно, вот, теперь соответственно дальше что было, и опять же недоверие к местному населению будет продолжаться вплоть до начала 50-х годов, вот, их не будут стараться принимать в партию, вот, например, или в комсомол, ну, в комсомол чуть-чуть попозже, вот, по сути только где-то с 49-го года начнется уже так, начнет, как бы, теплеть отношения к местным, потому что, ну, многие местные активисты докажут, что они все-таки тоже в этой сложной ситуации что-то могут, вот, пора им уже и доверить, но при этом же, опять же, что было очень нехорошо, то, что общий уровень образования, скажем так, иногда и воспитания был очень низкий, вот, это, в принципе, было типично вообще для Украины и для Белоруссии этого времени, да и для Смоленской области, условно говоря, вот, ну, например, вот, представьте, за подделом агитации и пропаганды райкома, образование 4 класса, 4 класса, вот, что он может сказать людям, он вам расскажет, что земля круглая, вот, Африка, это там, где не хожу, да, зачитает, продекламирует газету, и правда, вот, читать умеет, вот, но пишут с ошибками, вот, такие чудеса, иногда, там, значит, встречаешь, когда писано от руки батюшки, ну, да, вот, капец, по-другому не скажешь, но, в другой стране, чего-то другого-то нету, поэтому, пусть-то хоть такой будет, вот, потому что, иногда доходило до того, что, вот, знаете, уровень административных решений, принятие управленческих решений, вот, пришла сверху указивка, организовать лыжный кросс, для справки, но никто не знает, что такое лыжи, то есть, ну, там объяснили людям, что лыжи есть, это вот такие, так, значит, это из Минска пришла такая штука, ну, хорошо, тогда нам хоть пришли, идите их, хоть повеселим людей, вот, дело идет в январе, вот, значит, ну, что, значит, прислали две пары, по-моему, что ли, что-то такое, и дальше приписка, нет лыж, идите пешком, то есть, пешеходный, лыжный кросс, вот, причем, в одном из сельсоветов, там, какая-то светлая голова, что-то напутала, да, значит, у женщин была норма 7 километров, там, вокруг сельсовета, там, так вот, нарезано, а у мужиков 14, все было перепутано, вот, мужики 7 километров, своих законных отбежав, как им декларировали, сели расслабляться на ступеньках, а девки наяривают, и последними словами, мужиков кроют, значит, что это такое, а у нас вот так, видите, вот, вот, значит, да, ну, кроме всего прочего, еще, да, насчет комсомольской организации, тоже было не просто так, комсомольцев было 300 человек в районе после войны, но в основном все приезжие, вот, более 200 человек, вот, а остальные 100, это те, кого приняли в комсомол, местные ребята, которые были в партизанских отрядах, а так вообще, если брать за послевоенные годы, вот, то в Дывине, в самом райцентре, приняли в комсомол, за первые послевоенные три года, только двух человек, вот, ну, и где-то с десяток, примерно, еще по району, то есть, опять же, причем, не только из-за того, что не доверяли, местные парни, еще и сами, не сильно жаждали туда идти, потому что ясно, что бывало, вот, ну, как правило, пуля, форточку, и так дальше, ну, а когда уже основную массу переломили, перебили, вот, то начинается уже тактика из-за угла, то есть, 48-й, 49-й год, в основном, это что, выстрелом из ружья в окно, убит председатель сельсовета, предположим, учитель, активист, его жена, и тому подобное, то есть, где-то вот так, вот, правда, в 50-м году, что-то они опять раздухарились, начали людей уводить, но это уже был, видимо, последний удар, хвостом издыхающего дракона, потому что дальше уже, их просто стали отстреливать, просто тупо, вот, значит, да, так вот, насчет молодежи, молодежь, как тогда отмечали, советские органы, находятся под влиянием враждебной пропаганды, ну, то есть, три года вот эти оккупации, они прошли именно от носа, плюс этот национализм, и вот, что интересно, вроде бы, надо было как-то вот пожестче, может быть, а может быть и нет, то есть, понимаете, вот здесь нет единого рецепта, то есть, вот, если бы кто-то сказал, отправьте меня вот в такой вот, Мухаммань, в те годы, я бы там порядок навел, вот, очень сложно сказать, так вот, представьте себе, как специфика места, да, значит, секретарь райкома ЛКСМ, ЛКСМБ, значит, едет с инспекцией по районам, правда, это уже 51-й год, в 46-й фигу он выехал, выехал бы, не приехал, это 51-й, вроде уже тихо, но представьте себе, что такое 51-й год в Советском Союзе, скажи, Сталин, кака, второй слог, как, будешь произносить в тайге, катая тачку, вот, или там, предположим, послушав там рожий голос, или что-то еще в этом духе, так вот, в одной избе читальни, значит, вовсю орет радиоприемник, и народ сидит, слушает голос Америки, из Вашингтона, 51-й год, приехал в соседнее село, в Оссу, а новоселки, Би-Би-Си, прямо в Матюгальнике, это бы в Восточной Белоруссии, НКВД повесилось бы уже просто, да, там от ярости, услышав такие вещи, то есть на Востоке, не приведи Господь, страшно подумать, а здесь, пожалуйста, а почему, видимо, просто махнули рукой, Господи, только в лес не ходили, вот, и все. Значит, кроме того, вот эта вот ситуация, когда действительно, вот руки опускались, грубо говоря, от того, что происходило, и невозможности наладить порядок, вот, это, конечно, не оправдывает местное значит руководство, но тем не менее, то число главных проблем было мощное, просто тотальное пьянство, ну, все, мужики знают, да, что когда тебе плохо, то лучше твой друг, ну, в умеренных количествах, выделить все, конечно, да, потому что не все в этом мире можно воспринять адекватно, вот, так вот, опять же, периодически оно принимало такой характер, вот здесь в районе, что иногда возникало впечатление, когда читаешь протоколы, собрание, как будто у каждого из них по два комплекта печени и почек, просто, как картридж, такую вынук ставил, значит, и по море пошел, вот, причем, опять же, вот, что интересно, как это вот, ну, примерно так условно происходило, вот, январь 47-го года, первый секретарь рекома, значит, опять же, получил выговор в области за пьянство подчиненных, значит, весь 47-й год он долбает их во всех, значит, я того посажу, того сниму, трат-то-то, трат-то, к концу года спился, его преемник, значит, заявляет, разбит-то группа пьяниц, но остатки остались, бывший председатель райисполкома пропил пол района, а если бы не сняли, то весь район, ему вторил его заместитель, вот, который критиковал начальник райотдела МВД и директор МТС за пьянство, с кем попало на свадьбах, вот, и отмечали, что новый первый секретарь ведет порядок, через полгода он зарабатывает мощный выговор за индивидуальное пьянство. Народный судья, районный, значит, заработал крупное партийное взыскание за пьянство и систематическое избиение жены, что признал, в 51-м году это не помешало его назначить прокурором в район, вот, на ответственном новом посту, с новыми силами заскандалил, опять стал гоняться за женой, вот, и регулярно в пьяновиде оскорблял подчиненных, ну, и некуда деваться, никто просто на его место ездить не хотел. Значит, в 48-м году полетели голого ряда руководителей района за пьянку с бандитами. Завсектором парт-учета сетовала женщина по этому поводу. Раньше пили пол-литрами на свои деньги и крадучись, теперь графинами открыто в сельсоветах и с государственного кармана. Значит, дошло до того, что директор МТС там начал жаловаться что-то в райкоме, что ему не оказывают помощь в работе, вот, ответ прозвучал, скажите, а в чем вам помогать, водку, что ли, пить. Вот тогда же предрисполкома говорил, в 48-й год, трудовой дисциплины нет, все пьют. Землеустроитель дошел до того, что меряет землю бутылками, а бывший предрисполкома превратил свой кабинет в ресторан и пропивает государственные деньги. То есть, в числе засветившихся, по сути дела, фигурировали практически все в той или иной мере, ну, какие-то партийные, хозяйственные, советские деятели. Вот местный актив тоже не отставал, ну, это отдельные песни, вот, но просто с началом коллективизации в эту компанию добавилась еще одна бодрая публика, председателей колхозов, которые тоже были любители выпить и закусить. Вот, но кроме всего прочего, у руководителей районных все-таки имелось еще и табельное оружие. А теперь подумаем. Значит, состояние мозгов в этом деле, вот, и табельное оружие в руке. Вот, поэтому были очень нередки случаи жизнерадостного отмечания праздников с пальбой в воздух. Вот, опять же, вот, были случаи, например, там тоже один ответственный хозяйственный работник был приглашен на свадьбу, вот, но какая свадьба без драки, вот, и во время очередной жаркой свадебной сечи он начал пулять во все стороны, вот, пока местные не связали его, взяли, значит, пистолет и отнесли в милицию. Вот, отдали ему этот пистолет только в райкон. Вот, ну, и в итоге, значит, как бы, вот это все продолжалось и в 50-е годы. Так, например, в марте 57-го года один председатель сельсовета, например, в пьяном виде опуска в урну бюллетень нещадно матюкался и кричал, что без партии проживет. Вот, ну, а там, где пьянство, там, недалеко и до нетоварищеского отношения к противоположному полу. Это понятно. ну, и, в общем-то, вот тоже примерно такой же, 48-й год, вот, председатель одного из сельсоветов огрызнулся на председателя райкома, который, значит, начал орать на подчиненных, что вы не тут все советы все сильно бьете. Его ответ, а помните, когда я приехал на вашей легковой машине, ведь вы тогда лежали платные женщины, пьяные. Потом, соответственно, значит, ну, правда, бывало по-разному, были, конечно, и какие-то случаи, когда руководящие работники пытались склонить к сожительству, даже замужних женщин, просто по факту того, что я начальник, вот, тоже бывало к несчастью. Вот, и все вот это, конечно, не добавляло авторитета в глазах населения, местного руководства. Опять же, вот здесь, в какой-то мере, может быть, и можно понять, что? Вот это вот, это поведение бессилия, но с другой стороны, ведь ты же власть, да, ведь тебе не дано то, что дано, возможно, простому там, по-двоему, вот этим. Вот, потому что на тебя смотрят, значит, как бы с тебя едут кальку. Сталина никто не видел, кроме на пропеках, а вот этого человека и видят, и по нему дальше идет характеристика. Вот, не отставали в этом же смысле некоторые сотрудники силовых ведомств. Ну, что говорить, если вот потом, я фамилии нигде не называю, никогда, значит, но просто, если знать их характеристики, участковый уполномоченный МГБ, образование два класса. Понятно, да, в общем-то, что он потом может напортачить на этом посту. Вот, некоторые из них разъезжали по деревням, и заявляли высшая власть, это МКВД. Вот, были жалобы на работников ОНК, ГБ, на то, что не допускали мародерства и грабеж населению. Иногда силой угоняли лошадей и крестьян, и даже бедняков, хотя им полагалось лошадь, тоже, жалобы на протяжении. Вот, был дикий совершенно случай в августе 45-го года, когда, значит, через Госсу, деревня такая, возвращался из фашистской неволи человек, Ходин, вот, и так настрадался за годы оккупации, значит, отстал от своего эшелона с репатриированными, вот, ну, и шел пехом домой, благо, недалеко. Значит, был остановлен двумя участковыми, вот, которые просто, значит, спрашивают, ты кто? Вот, ну, я такой-то, такой-то иду. Вот, избили, ограбили, отняли документы, вот, постреляли над головой, засунули пистолет в рот, щелкнули, холостки, ну, тем самым, просто так, не без патрона. Вот, а потом дальше отпустили, вот, параллельно отобрали у мужиков местных самогон и ехали до Дывина, периодически кидая в лес гранаты, стреляя в воздух, салютуя сами себе и так далее. Вот, кстати говоря, там, мужика, значит, нашли военные, подобрали, вот, услышали, в чем дело, разобрались, отвезли в район, вот, ну, и, в общем-то, что получилось? Вот эти два злобца, значит, герои, скажем так, вот, они получили по выговору. Затем, при этом, опять же, выговоры тоже были разные, вот, как правило, были мелкие выговоры, то есть, ну, просто выговоры, это за мелкие шалости, например, треснуть буфетчатый штулам по голове, которая отказалась нырить водки бесплатно. Такой же выговор устроить в доме председателя колхоза погром и перепугать семью. Кстати, этот представитель райкома ехал в колхоз агитировать за коллективизацию. Конечно, поагитировал, замечательно. Вот, кроме того, выговором же отделался секретарь порторганизации райотдела МГБ за то, что во время службы накосил для себя сено и заставил крестьян привезти ему натуральный оброк на дом, молоко и мясо. Но здесь, видимо, у Паришука сработала ехидна такая. Ну, по принципу типа, моя, твоя не понимает. Они взяли это мясо аккуратно завезли к его начальнику. А этого кважный институт просил. Ну, понятно, что тот вызвал и там операция по смене пола произошла. В данном случае фигурант, кстати, вылетел из органов. То есть, все-таки не надо нельзя говорить, что как бы, но их не сильно там и наказывали. Кроме всего прочего, вот очень много бывших партизанских вожаков, скажем так, став местными руководителями, долго не могли сжить партизанские замашки, но уже негативного плана какого. Вот. Ну, опять же, все под воздействием проклятого алкоголя. Могли разогнать киносеанс, просто потому, что ему не нашлось табуретки, скажем так, да, так, пострелял в экран, опять же, свалил киноустановку и без того дефицитную в районе там это всех полоскать. Вот. Кстати, вот именно этот факт в этой деревне в общем-то дал крестьянам повод сказать фразу, которая тут же пошла в спецдонесение. Это не та советская власть, что была до войны, это какая-то другая. Делают, что хотят, некуда пожаловаться. Значит, затем, ну, тоже, если идет о том, что можно было заработать, за что, начальник пожарной инспекции избил женщину, да, оделся легким испугом, поставили на вид, но зато в пьянющем виде перестрелял пожарный инвентарь, он проверял на прочность, как потом выяснилось, ведра все эти красные там, багры там и все остальное вылетел с работы за борчу государственного имущества. Из партии исключили. Значит, ну, кроме всего еще, так, ну, это уже, наверное, вам не будет интересно, просто тут очень много подобного рода фактов, то есть их можно, просто цитировано, десятилетиями. Вот. соответственно, очень, так, извините, пожалуйста, вот, ну, в общем-то, можно здесь сказать, как, что все вот это вот, как бы, борьба с людьми, которые вот это все делали, шла на партийных собраниях, вот, и, как я уже сказал, что в основном, ты мог делать все, что хочешь, ты мог избить человека, ты мог отвинтить ему Богу, что-то еще, ху-ть-ть-ть-ть-ть. Но, за что, однозначно, человеку пушку отворачивали сразу. Скрыл фаб биографии, что ты, предположим, у тебя есть пятно какое-то, перед партией должны все быть чистыми, опять же, где-то критиканул власть, ну, какую-то очередную дурь, то есть, можно ее просто внуча проигнорировать, а тут кто-то имел неосторожность рассказаться, вот, и за государственное имущество, вот, тут уже по полной программе, человеку грибал. Но при этом, когда вот читаешь, опять же, эти протоколы, возникает какое-то еще любое ощущение, знаете, вот, мы говорим, да, тоталитарный режим, там, тра-та-та, а вы знаете, о демократии-то ведь было много, вот, представьте себе, понятно, что наверху, например, критики там не было, там понятно, что начнешь критиковать, продолжишь в Сибири, вот, а здесь, это просто какой-то капец, они друг друга со сладострастным, просто упоением, знаете, как Панч и Джуди, это два таких кукарных персонажа, там друг друга молотят, там опять же, там стамесками, там чем под руку придется, вот, причем, делается обычно так, это же компания критики-самокритики, то есть, надо обязательно кукарекнуть, кого-то вот разогнать, вот, но при этом нужно так, чтобы общий объем критики был большой, но при этом настолько, и настолько большой, чтобы человек мог отгрести на увольнение, там опять же, из партии выгон и так далее, делается иначе, видимо, у них там может быть какой-то был договор, а может быть это интуитивно доходили, собрание первое, предположим, икс вовсю метель от работника икс, такой-сякой, плохой, тратата, все остальное, на следующий раз, значит, икс, молотит икса, следующий раз, икс плюс икрик, долбают, икс, потом, значит, на следующий раз, икс и икрик, вот, ну, чем проще, простого, пьют где-нибудь, да, там, это самое распространенное, потому что это все делилось легко, и поэтому, все что, просто вопрос о том, где пить и как пить, вот тоже, кстати говоря, за пьянство могли поругать, поругать, ну, например, один из очень серьезных руководителей, улетел из партии, за что? Пил на крестинах, вот это уже, извините, айтистское дело, вот это же как бы не таим, вот, затем, кроме всего еще, иногда, вот, когда там смотришь эти вещи, то попахивает, это, наверное, не с некоторым сюрреализмом, почему? Потому что, вот, например, значит, этот самый, как бы, редактор районной газеты, вместе со своим помощником, загнали местному жителю, за приличные деньги, редакционную лошадь, за 2700 рублей, после этого подделали документы, и сперли зарплату, всего коллектива, за это им выговор, небольшой, вот, значит, объявляют, и на этом же заседании, принимают кандидатами в члены партии, вот, значит, в сентябре 46-го года, директор районной МТС, проворовался, там, стырил кучу денег и продуктов, вот, его на процобрании, значит, привлекают, точнее, предупреждают об уголовной ответственности, и тут же назначают директора, в райпотребсоюза, то есть, там, где ты, хоть за тысячу, просто, там, всего, этого, масла, мяса, и так далее, вот, значит, ну, то есть, в принципе, критиковали друг друга так, интенсивно, и причем, даже, говорю, что критиковались, и простыми коммунистами руководители, МГБ и НКВД, а тут, вообще-то, можно было бы испугаться, вот, ну, почему во многом там было, вот, здесь во многом, видимо, еще шла речь о том, что, вот, люди не боялись ничего говорить, по одной простой причине, вот, я сейчас раскритикую его, ну, и что мне кто сделает, кто вместо, ну, ну, уволят меня, выгонят, кто в эту дырень, потом поедет, так что уж терпите, господа, что я вам буду говорить, в лоб, вот, по крайней мере, я тут говорю в лоб, но я тут и работаю, то есть, примерно где-то вот так, потому что кадрового голода, кадровый голод был, конечно, чудовищный, вот, затем, значит, о том, что, да, еще в какой ситуации приходилось работать руководителем, приехавшим, да, в работе с местным населением, и все, опять же, вот, представьте себе, значит, что получилось весна 45-го года, председатель сельсовета в Чемерях, бывший немецкий старост, дальше, временно управляющий отделами раймаслопрома, бывший бухгалтер маслозавода при немцах, лесничий дыринского лесхоза, был плавно перетек в эту должность из аналогичной в оккупации, завсоюз печати, это завхоз при немцах, директор русской школы, при них же был инспектором народного образования, вот, то есть, по большому счету, что получается, значит, 48-й год, вроде бы уже там кого-то посадили, кого-то должны были осудить, вот, 20 комсомольцев по району посажено, за что? За связь с бандитами, один из них вообще был комсомолец, терроруководитель, командировской банды, и потом, значит, были вот, ну, такие ситуации, когда, предположим, конюх райисполкома, вот, работал в гестапо-перевозчиком, вот, председатель сельсовета, официальный предсельсовета, сын в банде, ничего, нормально, пройдет, вот, вот и получалось тоже так довольно своеобразно, в том, что, как бы, вот, приходилось просто с местным населением, руководиться принципом, я тебя слепила из того, что было, вот, то есть, если этим всех угодить, кто же останется, потому что весь район такой, тогда надо выселить, вот, соответственно, при этом, опять же, многие из тех, кто работали на немцев, вот, иногда просто поразительно, безбашенно себя вели, вот, то есть, они не боялись ничего, вот, например, вот, то же самое, значит, человек, который одно время был руководителем Бандеровского отряда, легализовался, перешел вроде как на сторону советской власти, вот, но при этом, правда, ничего не указывало на его сотрудничество с ним, вот, кроме всего прочего, плюс еще бывший полицейский, они нормально, совершенно, вот, получили официально в райкоманхозе квартиры, в райцентре, в это же самое время семьи работников НКГБ, вот, ютились по углам, квартир своих нет, вот, кроме всего прочего, были ситуации еще и подобного рода, там, главный зоотехник, значит, край сельхозотдела, оказалось, что он служил в Украине, в украинском карательном батальоне, в 44-м всплыву, вот здесь, вот, наказали мягко, сняли с работы, исключили из партии, а он взял после этого и заявляет всему этому партсобранию, исключили, меня в другом месте примут, а я вас еще всех найду, понимаете, да, и что, никто ему не набил морду за это, никто не арестовал, просто спокойно человек вышел на свежий воду, вот, в председателях колхозов бывали бывшие солтесы, опять же, тоже люди, у которых там, ну, про то, что у кого-то в основном банде, это практически, чуть ли не у каждого было, вот, потом, соответственно, значит, в итоге, конечно, очень многие руководители, просто считали Девин, какой-то своего рода штрафбатом, то есть сюда никто не ехал, не хотел ехать, вот, из Бреста, когда отправлялись сюда, даже не на работу, а просто лекцию почитать, там, пропагандист какой-нибудь, или что-то еще, доезжало из десяти, максимум один, не потому, что его там отстреливали, он просто по дороге разворачивался, и делал дыжи в сторону Бреста, хочется все-таки в живом еще ходить, вот, в 47-м году, значит, секретарь Рейкома даже сетовал, что наш район считает каким-то пуговым, куда отправляют для исправления, вот, через 10 лет, это уже в 57-м году, местный руководитель комсомола скажет, все негодное отдают в Девин, пробьется какой-нибудь в каком-то районе, я его в Девин, как будто это трудовая колония, вот, ну и в общем-то, и поэтому, конечно, многие руководители очень просили о переводе, но их не отпускали, вот, тогда находился выход простой, две-три мощные пьянки, стырит мелок, там, в школе где-нибудь, гособущество, все это, и все, до свидания, значит, из района человек улетел, вот, кроме всего прочего, очень много народу наказывалось, это Райкомовского руководства, Райкомовского за то, что они отказывались ехать в район, ну, опять же, понятно почему, вот, причем, опять же, доходило до того, что там один из руководителей, значит, партийной группы в деревне ОСА, это просто было вот его выступление, как какой-то крик души, вот он тогда говорил, значит, там высказался, что вы нам хоть оружие дайте, потому что мы же дома сидим, мы каждую ночь ложимся спать, и мы не знаем, проснемся на завтра или нет, 47-й год, вот, опять же, и что значит, нет ничего, обходите своими силами, и в итоге в райцентре, начальство себя развлекает пьяной, пальбой по пожарным людям, вот, а здесь люди под собой не чуют, всего и должны еще выполнять, ведь административную работу, и кто же этого от них не снимал, вот, поэтому, конечно, кто-то пил, кто-то работал, но всем было страшно, вот, кроме всего еще прочего, это то, что, опять же, очень много было проблем, связанных с тихушной такой, скажем, формы сопротивления власти, то есть, по мере того, как постепенно угасало сопротивление в лесу, вот, то, мы плывали на первый план уже несколько иные вещи, это листовки, причем антисоветские листовки в Дыгане на столбах клеили еще в 59-м году, уже два года в космос летаем с путниками, два года до Гагарина остается, еще скоро объявили, что в коммунизм, через 20 лет пойдем, а здесь вот все еще идет вот такое, то есть, порядки вещей, кроме всего прочего, еще и, опять же, форма пассивного сопротивления, это саботировать поставки, но знаете, да, что сельское население было обязано сдавать определенную часть своей продукции, скажем так, государству, вот, правда, один раз, вот в 46-м году, таких вот приемщиков встретили плакатом, сдача яиц от лошади, сдача масла от валу, вот, и, в общем-то, очень часто планы не выполнялись, и не выполнялись на 10-20-30%, делали тоже очень хитро, по-своему, приезжает уполномочия из района по заготовкам, вот, и накатанно, напарывается на свадьбу, как будто бы, вот, нечаянно свадьба, ай-ляй-ляй, значит, кормушка там, ложки там, все, как полагается, вот, а он, значит, приехал с целью, я вас сейчас всех разорю, я потерплю сейчас, у всех вот тут яйца выдавлю, там, масло там, из ушей полезет, и прочее, вот, свадьба, подождите, подождите, нельзя побежать невесту, нельзя жениха бежать, видите, молодые, бежать за стол, за стол, за стол, через полчаса он уже сам не свой, вот, еще через час он уже сидит в майке, значит, пиджак висит, вот, чем-нибудь, да, вот, под утро что-то левое храпит в постели справа, вот, то есть, а потом, здравствуйте, как вам стол, вы, и что он теперь этим людям скажет, да, вот, волонтер, в общем-то, в деревне, хватало, скажем так, на этот счет, а теперь он просто, ну, возьмет там где-нибудь, подпишет какую-нибудь там фигню, такую нарисует, там, да, 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 все нормально, вот, хорошо, и вот поедет, а потом люди не думают, да, все подевалось по дороге, и сушка, и сушка, и сушка, и сушка, и сушка, и сушка, значит, опять же, ну, кроме всего прочего, были еще и местные свои, которые просто по-людски подходили к людям, потому что, ведь действительно, выгибали по полной программе, льно, 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 семя, сдай, значит, опять же, там, сено определенное количество, просто сдай, молоко, и так далее, там, более десятка разновидностей того, что просто вот так вот вынес карманы и отдай, как будто ты фокусник, понимаете, а в итоге потом вытряхни карманы и скрой вот так, вот, и, в общем-то, местные жители иногда даже пытались, точнее, местное начальство пыталось покрывать своих жителей, вот, например, получилось так, значит, получила в деревне Лиликово, например, да, председатель сельсовета, но на его, на его нагнули, конечно, вот, и надо было все-таки вытряхнуть что-то из людей, удавиться, вот, но муж не погиб на войне, поэтому она, как бы, под льготой не подпадает, женщина метнулась в сарай, вынула вилы и пошла в атаку на председателя сельсовета, а в это время, как раз, на эту же тему в селе присутствовал прокурор в районе, вот, прокурор обрадовался, там, лицом помолодел, о, сейчас посадим мы эту женщину, это же антисоветская вылазка, красота какая, вот, и что вы думаете, значит, эта женщина, чудом не убила этого председателя, потому что он там уворачивался, там эти вилы метались, там вот так вот, батальон смерти, вот, и, значит, а он потом прокурору говорит, даже дело заводить не буду, как не буду, вот, потому что она действительно, ей нечего сдавать, вот, прокурор на это обозвал, сопляком председателя сельсовета, вот, вот, про себя подумал, ты пошел, ты вообще, да и везде, вот, еще одной проблемой были кулаки, кулаков хватало, кулаки вели себя очень нагло, бывали случаи, когда они просто за самоконку, опять же, покупали, у местных чиновников, справку о том, что сын в Красной Армии, хотя он не знает даже, какого цвета на нашей армии, и прочее, или что он был в партизанах, или что-то еще, вот, все прекрасно знают, что у него справка купленная, но все молчат, это вот тоже особая такая полезная форма солидарности, да, может быть, я там у соседа терпеть его не могу, но он же под рука свой, понимаете, да, ну куда же я его сдам, вот, а восточники приехавшие, ничего не знают, вот, тоже только сидят, тихо удивляются, то же самое примерно было и с учетом земли, вот, потому что пока шла война, народ земли привыкл немеренно, вот, до середины 50-х годов эту землю еще и взымали, причем каждый раз, значит, отчет времен, все, все найдено, земля по хозам пришита, все хорошо, все нормально, через год, ой, еще 700 гектаров нашли, вот, то есть, я готов, как сова, ура, хвост нашелся, вот, да, и все остальное, потом, значит, да, самый рекордный, значит, опять же, урожай, это 55-й год, 900 гектаров еще нечаянно, два года обнаружили, вот, значит, ну, и при этом, опять же, в 49-м году начинается коллективизация, 48-м, дело в том, что до войны два колхоза успели создать, ну, народ просто не успел понять, что это такое, значит, из любопытства сделали, потом, наверное, начаровались, вот, вообще, конечно, первые, но, опять же, советская власть здесь не настаивала, то есть, до военные колхозы были сугубо добровольные, и до 48-го года, в принципе, тоже давления не было, вот, значит, так вот, получилась интересная вещь, дело в том, что вот туда шла в основном, как бы, в основном, беднота, которая особо-то ничего была, не теряя, вот, но с людьми-то, начинали происходить просто странные метаморфозы, вот, крестьянин, да, это же человек, который там встает с петухами, скажем так, ложится, там еще, то есть, с ним свой цикл уже, из поколения в поколение выбрал, вот, он уже знает, что в конце марта он должен делать то-то, седение мая, он должен делать то-то, это безусловный рефлекс, вот, здесь толхоз создает апрель месяц, ноль по фазе, значит, ничего не селят, сидят, ждут, ковыряясь в носу, извлекая полезные стопы, значит, да, вот, приезжает, опять же, из района, чемнул, не придет, вы что, сдурели, что ли, всех скоро закончится, команды не было, это вам, что команда, нет, ну, только по команде, доходило до такого абсурда, вот, ну, опять же, в 48-м, да, так вот, после войны никто не захотел, этого счастья, в 48-м появился первый колхоз, именно 30-летие БССР, с этим колхозом районное начальство носилось, как с родным детем, там, опять же, там, выбивало ему трактор, там, еще что-нибудь, радовались успехом, вот, кое-какие успехи и были, при этом, причем, оплата по трудодням была замечательной, вот, тоже, кстати, вот, особенность на востоке Белоруссии, о тебе, извините, за грубой, это чуть-чуть, это же пальцосложение, вот, а здесь, пожалуйста, значит, в день 4, килограмма кремна, 8 килограмм картофеля, мощную трудоденье, когда восточники приезжали на запад, они проникались классовой ненавистью к нашим западным колхозникам, вот, кулачье, вот, тем более, что, например, опять же, были очень либеральные нормы содержания скотины, вот, нужно понимать, что на офисе изначально жил, места хозяйственного, колхозника, значит, ну, на востоке, например, в основном, что, сталинская корова, коза, да, 2-3 козы, можно еще держать, больше не менее, здесь, где коровы в доме, в общем-то, не было сильно каким-то, и руководящим, это тоже вступор, вгонял у восточных, этих, всяких, инспекторов, и прочие дела, птица, без счета, сколько есть, столько есть, вот, на востоке были чертские бомни, вот, то есть, вот эта вот уточка уже не твоя, это государственная, а вот эта корочка еще и вписывается, потом, значит, да, до 49-го года, началась уже массовая коллективизация, почему все-таки, именно вот с этого времени, начинается такой мощный загон, людей в колхоз, все дело в том, что, все-таки, до 48-го года, включительно, было еще не совсем понятно, что за ситуация по ту сторону Буга, понимаете, если бы сейчас, если бы сразу, 45-го года, народ начали гнать в колхозы, дубины, то можно было бы заработать, что, а вдруг в Польше коммунисты не победят, а вдруг ГДР не будет никакой, и вдруг граница с Западом пройдет, вот как сейчас, да, и вдруг начнется война, так местное население, вилы достанет и начнет, понятно, что делать, поэтому злить никого не хотелось, но к концу 48-го года, стало понятно, в Польше коммунисты, дальше 49-й год ГДР, мир капитализма презренный, отшвырнут километров на 600, если не все 700, вот тут уже можно, как бы не бояться пятой колонны, и заняться христианами в Плакунии, вот, но народ как-то не сильно, опять же, хотел, бывали случаи драматические, вот, например, в 95-м году, ваш покорный слуга, как раз был, как по делам, в Бельске, это как раз Дывинский район, очень крупное село, вот, вот рядом Новоселки, то есть, тогда отвел душу, просто там полазил, поездил, поспрашивал, благо стариков еще было много, вот, они уже там, видимо, перевесились, бандажщины, никто там в лес не зазывал, пойдем, хлопчик, лес, я тебе что-то расскажу, и прочее, такого не было, вот, они просто так вот, просто рассказывали, были, вот, ну, например, вот, как получалось, председателю колхоз, председателю сельсовета, точнее, спускается Бельского указания, да, не сделаешь колхоз, не нагонишь туда, сколько-то людей, партбилет на стол, это минимум, то, что ты получишь, а дальше, возможно, тачку покатать, вот, то есть, человека ставят заведомо в ситуацию, при которой он обязан быть сволочью, потому что иначе ему и его семье кирдык, вот, а человек местный не хочет этого понимать, потому что у него своя правда, а че ли свой хутор кинет, вот, коса на камень, вот, председатель начинает уже психовать, вот, и вот был случай одного такого усердства, упорствующего, просто двое держат, вот, осло заточенный карандаш в нос загоняют, и ломают, вот, да, другого вообще, значит, даже это не про него, просто били-били, пока не зашел, не исхакал с округи, не умер, вот, тоже всякое было, вот, но при этом, опять же, это тоже, это, кстати говоря, вызвало новый всплеск, частично, бандформирований, народ опять побежал в лес, но этот всплеск уже был последний, почему? Потому что, с колхозным строительством, все источники снабжения леса хлебом, оказались перекрыты, раньше-то хутора, ничего не проконтролирующих тысячи, да, ну, сотня, предположим, вот, а теперь, все зерно ссыпано в один амбар, часовой свинтовкой, и бандитов, ну, давай попробуй, вот, и голод просто бандитов, начало с леса выгоняется, вот, значит, для того, чтобы хоть, да, при этом еще параллельно, да, как бы, вот ситуацию немножечко ослабило в районе, это то, что начинаются с конца сороковых годов оргноборы, это значит, что, работа Коррельской СССР, ну, там, трудовые резервы, осваивать Сибирь, Сахалин, Дальний Восток, вот, особая, значит, ностальгию вызывают такие, за Манилово, как Калининградская область и Крым, давали хату, ну, потому что татар выселили, жилья было море, и причем, представьте, значит, да, приходит документ, а Лубка, ну, кто хоть раз был в Крыму, знает, что это такое, да, дом 20 метров от моря, приезжайте, сейчас бы народ бы дыру пробил, просто там, граница, там, снес бы Макран, они бы там, в удивлении бы валяли, где-то там, в лесу, пуганые такие, там человек уже сидит в 20 метрах от моря, а тогда, это же рев был, рыдание, никто не хочет брать, вот, кому-то потом силой всучили, чуть ли не кулак под нос, гадюка, поедешь, иначе поедешь в Сибирь, хорошо, и все, то есть, замечательные времена, вот, так вот, опять же, так вот, что получалось, это то, что, как бы, у председателей колхозов, предсельсоветов, появилась очень хорошая форма, ну, как бы, повернуться от очередного щелчка властей, каким образом, например, вот спускается план, предположим, на район, там, 100 семей в колхоз, на сельсовет, условно говоря, да, еще 50 семей, на стройке социализма, в Сибири, там, Казахстан, куда-нибудь еще, в чертой накуречке, да, что делает председатель колхоза, ну, в принципе, в колхоз, то он может и загонит, вот этих бедноту, там, еще что-то, но вот, в Карелию, точняк, никто не поверит, и вот тогда он делает как, называет к себе проблемного мужичка, и говорит, мужик, так сложились планеты, на сегодняшний день, у тебя два варианта событий, оказаться в Сибири, вот, то же ты попадешь туда, это однозначная вещь, но тут как, либо ты сейчас полезешь в известное место, и начнешь там шорудиться, да, и поедешь ты, в известном, дощатом вагоне, в Столыпинском, да, с поражением в правах, вот, будешь жить в бараке, катать тачку, единственный плюс, воздух, настойный на соснах, кедровых шишках, вот, и все остальное, но при этом ты никто, лет на 20, вот так условно говоря, есть вариант номер два, ты сейчас подписываешь документ, что ты советский человек, по велению души и сердца, едешь поднимать СИГИ, и всякую другую попу, там, которая там есть, в той стороне, вот, но ты теперь уважаемый человек, потому что ты теперь государственная личность, вот, тебе дают подъемный, тебе дают средства на обзаведение домом, ты едешь туда, вокруг тебя водят хороводы сибиряки, и ты вот такой дядька, понятно, да, вот, и поэтому, ну, так, нехитро прикинув варианты, не очень разнообразные, значит, ну, мужик придумает, ну, наверное, вариант номер два, как-то, вот, предпочтительнее, едет, председатель тихо трестится, почему, слава тебе, господи, мужик выбыл из статистики, его тут нету, вот, председатель выполнил свое задание, то есть, он правил человека, чертую нога, причем официально, по-доброму, вот, а все те, кто увидели, как мужик уехал, подумали, не, я, наверное, в колхоз пойду, то есть, и молки сыты, и овцы целы, в общем-то, всем хорошо, всем весело, вот, затем, соответственно, до конца 50-х годов в районе сохранялись еще и геналичники, вот, это те, которые не сильно выпендривались, а в основном, еще геналичники, которые были фронтовиками, скажем так, то есть, от них государство отставало, потому что он показывал, вот, вот, видал, где я был, попробую возьми меня, за 3 копейки, вот, и надо сказать, что вот, наличие геналичника, вот, оно в какой-то мере уже в 50-е годы тоже оздоравливало немножко ситуацию, почему? Потому что дурь, очередную, типа кукурузы, да, вот, ну, как-то вот здесь она не сильно покатит, почему? Потому что геналичнику плевать на то, что там главный кукурузник страны что-то там затеял, непонятно, он будет надеть бургу, картошку и все остальное, колхозники посмотрели, потом на председателя, знаешь, куда вот тебе эту кукурузу сейчас, вот, и все, значит, но делали опять же, вот я уже рассказывал это когда-то вот, когда мы еще студентам рассказывали, значит, да, вот, что делали партизанские командиры, это же виртуозы, это же вообще монстры рока, понимаете, то есть это такие замечательные ребята, такое счастье было, когда они были при власти, но делали как? Пришла эта кукуруза, все, засадить по полной программе, ага, про себя подумали, фиг тебе, значит, вдоль дороги высаживают метров на 20 кукурузищу, причем такую, там, не пожалели, опять же, фекалий коровьих, там еще что-то, чтобы выросло, чем выше, тем лучше, чтобы ни один проверяющий, как бы он не подпрыгивал, ничего не поймет, знаете, вот, значит, да, причем сажают в рассыпку, не полосками, потому что там можно посмотреть, что там дальше, да, а здесь вьетнан, джамбурс, такие, значит, ну и что, едет при проверяющей, какой-нибудь там, минский, но в минске тоже, по экскурсии, они просто делали вид, что ничего не знают, вот, Кирилл Трофимович Мазуров был мудрый человек, вот, значит, но в основном Москва, едет и наслаждаются, «Ах, какие замечательные кукурузы на этом угодье, ах, все хорошо, молодцы белорусы, вот, приходят пара, ну, что-то, понятно, жатвы, весь союз сидит в известном месте, вот, а потому что за кукурузой пульмашка, буражок свой не сидит, не без, разведки никто не ведет, вот, белорусы подозрительно сытые такие сидят, баркастые такие, да, тут еще блестит, Мазу-Паскаль удивляется, что такое, что вы такие толстые, с голоду пухня, и все, то есть, понимаете, вот, то есть, как бы, мелочь кажется, но тем не менее, вот, можно было как-то обходить эти вещи, кроме всего прочего, большой проблемой власти, была еще и религиозная ситуация, народ был очень наборный, вот, ну, во-первых, очень много баптистов, Руховичи, Хадыни, Чебельска, это были вообще, по-вести, по-баптистские угодья, вот туда советская власть даже не совалась, сильно вредная, вот, а вот с православными, значит, было очень своеобразно, дело в том, что вот, ну, во время войны, как бы, Сталин помирился с церковью, и такое-то время был такой краткий, медовый месяц, вот, причем, представьте, вот, абсурдность документов, значит, 9 мая 45-го года, зав. отделом агитации и пропаганды райкома, по телефону звонит в Осовский сельсовет, и интересуется, в тамошней церкви отслужили молебен в честь победы, там удивились, да у нас попа нет, за попом под воду, чтоб сегодня бастро провел молебен, вот, что этот поп отказался, говорит, что я туда поеду, ответ, если не поедете на молебен, ответите перед советской властью партией, то есть, потом, спустя 10 лет, это можно было бы показывать, это человеку, который что-то покурил, такое очень странное, вот, значит, но, правда, потом постепенно, как бы, вот это все начало уходить, вот, начали срывать это все, значит, к концу 59-го года, значит, была развернута по всей стране, антицерковная истерика, вот, Дывинский район на это ответил просто, а пошли мы, вот, представьте, значит, да, вот опять же, 59-6, значит, 58-59 год, везде церкви закрывают, попов растригают вообще, значит, гипс снимают, снимают клиенту и жают, так вот, в 10-ти церквях района по 2 богослужения в неделю, вот, значит, всего за год приходилось до 4 миллионов человекопосещений церкви, партийно-советские мероприятия, отдыхают, прямо где стоят. Можно здесь сказать еще и так, что, вот, надо было еще советской власти думать и о такой категории населения, как женщины, но после войны убыль мужиков была конкретной, вот, их начали потихонечку привлекать руководящим каким-то органам и прочее, но поначалу случилось, что они были дремучие, девственные, как амазонский лес, вот, то есть надо было сначала хотя бы объяснить, что земля, она не плоская, и до края дойдешь, там нет хвоста, черепахи, и поэтому, что для женщин, по линии райкома, райисполкома, начинается очень мощная такая накрутка, такая мозгу, лекции постоянные какие-то и прочее, причем женщины с удовольствием ходили, почему? Мы им разрешали вязать в это время, еще один, то есть, если там, значит, вяжут чего-нибудь, полносочки какие-то, заодно и слушают, о, земля крупная, надо же, вот, только не узнаешь, значит, да, вот, затем, соответственно, да, вот, ну, но тем не менее, поднять местных женщин до вершин передовой теории Маркса Энгельса не совсем получилось, дело в том, что, как правило, обосадила это как? Если вдруг какой-то, их пытались нам организовать на партийно-политические мероприятия, но если вдруг в этот день шла служба в церкви, мероприятие, нафиг, вот, то есть, остается унылый лектор, графин, кружка, и пустое помещение, значит, был один случай, даже так вот одноместная заявила, иди к Решему, мне на богомодье надо, вот, и все, вот, но была еще одна проблема гендерного происхождения, это жены руководящих работников, как правило, приезжих, не несколько, вот, как правило же, ну, женщины с не очень высоким уровнем IQ, образования, да и воспитания, вот, они просто откровенно дурили, откластья над своими мужьями венсоносными, мой муж в райкоме, мой муж в райсполкоме, вот, а понятно, что, значит, что это такое, баба при вас на мужа, извините за такую вещь, это сказка, рыбаки и рыбки, только на советский лак, вот, мужу в режиме бензопилы, мозги пропиливаются, аааа, всяк мужья, как мужья, там, вот, а ты такой, сякой, значит, и понятно, что он, значит, уже там, выдергиваешь топор из мозга, начинает либо красть, предположим, там, либо использовать служебное положение, там, как-то, ну, свинячить, а потом за это же и влипает, вот, и в итоге, кто виноват, ну, его бесхарактерность, но еще и, извините, понятно, о чем речь, вот, поэтому, кстати говоря, иногда это и было оправданием их систематических избиений. Это единственный способ был как-то намекнуть ей, что она вот сегодня чуть-чуть погодит. Своих претензий. Значит, ну, и, значит, ну, про это уже не надо, про это не надо, значит, ну, в общем-то, здесь можно сказать только так, что в конечном итоге, когда вот, вот, до сих пор Девинский район, как бы считается, в связях исторических, как вот пример такого, какого-то негатива, что вот именно из-за этого, его в 59-м году расформировали, вот, Кубринскому району пристегнули. На самом деле, вы знаете, если честно, вот, как ни странно, вот эти все люди даже симпатию вызывают. При всем своем пьянстве и прочее. А знаете, почему? Потому что они хоть этого не скрывали. Вот вы зайдите в архив и посмотрите, эти же, этот же период, Малорицкий район, паскудники какие там сидели, или Ивановский, ведь там же точно то же самое. Вот, убийство за убийством, там пальба в лесу, нос не высунешь, отстрелят, да? А на процобраниях хиш, блажь, благодать, пайка, все у нас замечательно. Эти, хоть по крайней мере, не врали. Понимаете? Вот поэтому, говорю, что к ним можно относиться по-разному, но это все-таки, ну и мужики, мужики, 70 лет прошло, но все равно, вы где-то там. Вот. И, значит, опять же, власти менялись, туда-сюда, а полешук остался, ливенский. Он такой спокойный, нормальный, перепить его невозможно с его светольным самогоном. Вот. Очередную прибыль очередной власти он воспримет философски, опять же, залезя в карманы, сконструируя что-то. Вот. Но при этом кабан будет хрукать, вот опять же, бульба будет расти, вот. И слава Богу, потому что вот на этих, на этом полешуке, по сути, весь наш регион и держится. Он наш кормилец, хоть он и хитроватый немножко, хоть он бывает иногда прижимистый, иногда он может быть не сильно воспитанный в чем-то, но других нету. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, можно быть, есть какие-то вопросы. Или уже у вас обмечательный Донбава с непроводными выпусками. Я знаю, кто бы наверху. А можно сказать, что вот до 48-го века кабиневойска, в принципе, советская власть, можно сказать, в сельских районах отпадали от таких городов облево-стехов, и в принципе, вы их не утромались. В принципе, до 47-го года включительно, без поддержки армейских частей силовых структур, конечно же, вряд ли. Потому что, но дело в том, что было бы ли это хорошо, непонятно, потому что, если бы, предположим, не было этого, то здесь бы началась такая драка ОУН с одной стороны, АК с другой стороны, отношения между ними были в общем-то еще те бульбовцы резали бы из тех и других. Вот, то есть, в общем-то, вот эта катавасия, она могла бы рисковать затянуться на очень долгое время, и не факт, что населению бы это понравилось. То есть, началось бы какое-то возможность стихийное создание там отрядов самообороны каких-либо, потому что люди просто уставали от этого. Вот, вы представьте, такой реальный факт, вот тоже, кстати, ну, наши студенты знают об этом, вот, выпускники. Вот, представьте, такая вещь, вот как можно было в подобной ситуации сохранить здравый рассудок, и не желать хоть какой-то власти, которая, наконец-то, одна. Вот, а таковая все-таки была советская, ну, потому что другой просто не было. Вот, это нам в Малорийском районе рассказывал дед один, вот мы тогда были на практике в 95-м году. Ну, и вот там наши студенты там сунули ему в рот диктофон, он там добросовестно спел, спрессал, в общем-то, да, все предполагается, афтографическая экспедиция. Вот, ну, потом сели подводить итоги творческие, он там залез на, понятно, закрома своей. Вот, ну, и там, значит, ребята у него спрашивают, ну, а как во время войны, вот, дедушка здесь было, вот, дед отставил в сторону, и так ясно-ясно посмотрел на человека, у меня жутко стало. А ты знаешь, хлопчий ян был? Например, что в лесах орудует Малоринский район, ну, целый паноптику, да? И вот так, немцы из села драбанули вечером, то есть вечером власть вьетконка, условно говоря, все, никого нет. Вот, утром приедут, потом разбираться. А эти Малоринцы сидят там. Значит, тук-тук, хаба, пиких, значит, это красные партизаны, хлеб, пики, причем эти ситуации повторяются очень часто, то есть они просто в разных, это самое, а может быть вместо Б, В, вместо Д, но ситуация одна и та же. Пики хлеб, значит, потому что, а у него, значит, жена, куча детей, вот, в голове понятно, что я уже рассказывал, в силу возраста, он не такой несоветский человек, он просто подместный, тут ищи, и все. Ну, ничего не надо, у него вот эти дети есть, да, и вот, значит, если не испечет, хлеб сейчас детей поставил, вот, мужикам все, в лесу тоже кушать надо, они с немцами воюют, печет, через два часа, туки-туки, то в тереме живет, бандеровцы, мы, с немцами смагаемося, хреб пики, вот, а кому же пик? Кошнюка, ну, пики, взяли хлеб, и в ухо ему, это тебе за Кошнюков, туки-туки, а для Краева, кушать что-то, вот, хлеб пики, это тебе за Бандеру, это тебе за товарища Сталина, с Краюха ушли, тук-тук, в пятом часу утра, это мы бульбовцы, а мы тебе просто так, морпитадим, еще заберем самого, он, кто там, о, что в чугуне, ну, а давай сюда, вот, скажи спасибо, что бабу твою не тронули еще, да, значит, и все, утром приезжают немцы, Гутин Морген, да, и он теперь от них по шее, и за тех, и за других, и за пятых, и так далее, он говорил, несколько раз была ситуация, ну, просто хотелось пойти и повеситься просто в сарае, ничего уже не надо, вот, но сдерживало только то, что, да, вот, жену с детьми кормить-то будет, да, потому что мы никуда, вот, то есть, вот, понимаете, вот такие ситуации, они говорят о том, что, да, в общем-то, власть, конечно, держалась очень на тонкой, вот этой ниточке, как бы, но, в общем-то, поскольку другая не могла ничего предложить, кроме, опять же, пальбы, истребления, противоположного, значит, опять же, контингента, вот, то, в общем-то, ну, так история просто не дала другого варианта, скажем, не знаю, я ответил на вопрос, не учить, это просто слово. Вот, в те времена, что фемилирация не прошла, так, скажите, меняется хозяйство деятельного человека, ну, вот, сейчас и тогда, по разнице. Бангутная площадь действовала, больше, конечно, работа приварилась. Дальше это хорошо, на хуторе сидит себе человек, рыбу ловит, а теперь, там, где рыбу ловил, теперь уже речка растет. Вот, это тоже, кстати, вот, прибивает человека, у него слишком много времени отнимает сельскохозяйственный цикл, вот, да, и поэтому уже меньше, как бы, вот, возможности, там, сбегать в лес, там, пострелять, чего-нибудь, так, вот, то есть, уже тоже. Вот, ну, как бы вот, вот почему, например, вот в таких вещах, да, приходится вообще тщательно умалчивать фамилии, да, фамилии больше сотни, но их нельзя говорить по одной причине, ведь у этих людей остались потомки, вот, и они все живут, они никуда не подевались, да, вот, и вполне возможно, что потомки очень достойные люди, то есть, как-то, да, им было бы не совсем так удобно знать, вот, что его там дедуля, значит, выкобучивал, скажем так, да, там и чебучивал здесь, вот, и прочее. Такого очень много, кстати. Были даже случаи, когда, например, вот ситуация, когда вот, в одном и том же колхозе, да, в реальных год, это еще где-то 70-е годы, значит, один парень, вот у него дед был в банде, а другой парень, такой, висит себя ко дну, и вот такой висит какой-то, вредноватый такой для власти, да, а второй, наоборот, комсомолист, просто вот тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Если бы не знать только одного факта, которого они знали, ни тот, ни другой. Дед комсомольца был бандера, такой, что дальше некуда, и причем убил деда вот этого вот, который сейчас антисоветский. Это берегли, то есть они успели вырасти, даже не узнав вот эту вот мужскую. Потом один уехал за пределы республики и прочее. Тоже так своеобразно. Скажите, пожалуйста, а вот была такая банда «Чёрный кот» называлась? А они не здесь были, да. Это «Волковыск», вот туда, в ту сторону. Они сюда же собирались, потому что по-кому-то среднему они что-то и в ковре не прикинули. Ну, это, честно говоря, вот то, что они могли действовать в Полесье, это очень такой факт скользкий. Почему? Потому что у них здесь свои социальные базы, которые не было. В основном от Агрунницы, то есть от Азума. Они, кстати, очень сильно пришли. А? Их однозначно это не было. Ну, потому что это, да, это не их игровое поле, как вы говорите. То есть они сидели по своим хуторам, грубо говоря, где… Где большая поддержка. Также, например, вот армия района, да, то есть вот здесь как раз ее было немного. Совсем немного. И упоминание о ней вообще после 45-го года где-то даже из результатов. Так, где-то ритуальные есть заклинания, что по репахтам, со хвостем там, белопанским там, что-то еще. Вот каких-то вот именно фактов и терактов именно, да, то, может быть, просто они где-то закрыты. На Гроничине, наоборот, там сплошное АК и понятно, что с Бандерой там мало кто знался и прочее. Еще один вопрос. Короче. Граница была с Польшей закрыта или можно было перебежать, перебегали? Поляки в случае. Она была вообще-то, нет, конечно, закрыта. Граница на замке, но у нас ведь всегда, чем больше замков на границе, тем больше дыра. Тем более, что там вообще экзотическая ситуация, знаете, вот это же официально вот известно о том, что в 45-м году в августе Советский Союз передал полякам Белоскоп. Да? Вот. Довольно здоровенная территория, довольно обидно. Один раз даже с польским профессором поцапался на эту тему, потому что, с его точки зрения, я оказался велико-русский шаминист. Это потому, что я назвал это грабежом белорусской территории. Вот вы как-то не усматриваете. Да, был бы белорусским шаминистом, хотя уж чего-чего, но никогда в жизни. Вот. Так вот. К чему? К тому, что, ну, как бы вот это официальные связцы такие. Но реально-то оказывается, Белосток отдали годом раньше сразу по освобождению. У нас в архиве есть интересная бумажка такая, датирована 2-м августом 44-го года. Вот только четыре дня назад освобожден Брест, войска дальше не будет. Значит, называется так. Инструкция с председателем сельсоветов, значит, партийным советским хозяйственным работникам, находящимся в зоне, которая отходит к Польше. То есть Советский Союз еще ничего не знает? Верховный совет БССР тоже ничего не знает? Натальевич, кстати, предпрезидиума Верховного совета узнал о передаче Белостока вообще из каких-то левых источников, не напрямую. Так вот, что получилось? Тут же моментально строится эта граница, но насколько она вот была обустроена, я не знаю. Честно. А старую границу можно оставить. И сказать, я поляк. А нет, так для этого проще было. Человек записывался в поляки, и по программе вот в 44-м году достигнуто было соглашение, по которому, значит, поляки переселялись репатриантов в Польшу, белорусы сюда, но понятно, что туда умотало больше, потому что там еще Сталином как-то не пахло в 45-м году, и подумали, что это есть возможность туда уйти, и поэтому все, у кого фамилия на Овский, Евский, вот они писали, я поляк. То есть, хотя он там белорус стоишь, да и все остальное. А наши там не заморачивались. В Овский, все хорошо было. Вот. То есть можно было вот так. Так вот я к тому, что Белосток оказался вот целый год как в аквариуме своеобразном. Граница 39-го года восстановлена, по граничных собак я ходит. Вот. Затем, значит, вот тут я уже, честно говоря, не очень хорошо вы что представляете, потому что никаких документов особых нет. Вроде как уже новая граница действует, и здесь пограничник с собакой, и Белосток такой недоуменный. То есть, а я где? Вот. Потому что даже вот мы разговаривали с польским одним коллегой, он написал мощную такую книжку по истории Белосточины, такой хороший увесистый кирпич, вот. Но про события примерно август 44-45, вообще ничего не было. Я у него спрашиваю, ну вы же там могли бы стариков хотя бы спросить, вот этот аквариум действительно существовал или нет? А мне это не надо. Нам так, например, надо, нам интересно. Вот. Но нас в Белосток не часто пускают, чтобы дедов что-то поспрашивали. А так, программа репатриации была действительно. Имущество и вот хаты все эти, они переходили в государство. Вот. Наделяли обычно хогорийцев, как правило, да. Кто-то из восточников мог приехать. Вот. Ну, такого. Очень хорошая книжанца, она, правда, очень маленьким тиражом издана. Шумский, Советизация Западной Беларуси. Она была на польском языке, а теперь ее перейли на белорусский. Вот там есть много таких достаточно любопытных факторов. Хотя, если честно, он иногда кое-что потырил, там. Не будем говорить о кого, но тем не менее кое-что спер. Но тем не менее спер хорошо. То есть никаких обид, потому что он очень творчески переработал. Вышка очень хорошая. Или у него ссылок там, к сожалению, нет. На некоторые вещи, да. На некоторые вообще практически нет. И признать ее научной работой, это сложно. Это научно-кулярная вещь. Да. Ну, я говорю, потому что это платная вещь, да. И биографические, и активная вещь. Ну, как читатель, просто интересно. Хотя, в основном, они где-то. То есть, как бы, много, да, вот этих партов каких-то таких вот любопытных. Вот. Но сам Тон Гродненский, поэтому, конечно, Гродненский то архив, он мог бы и пошерстить-то потом. Там есть о чем поговорить. В основном материалы как из Брестского архива. Да. Здесь только Брестский. Потому что Дыгин больше не денег. Он будет существовать. Погодникам свои, как бы, да, вот вещи. Украинцев свои, там, заморочек всяких. Вот здесь вот здесь. И то еще там столько всего. Вот, вот. Если только если это будет. Что нужно, чтобы получить доступ в архивы? Есть ли какие-то специальные разрешения? Ну, нужно, конечно, да, разрешение своего руководства, там, где вы работаете. У нас, предположим, такой-то X, предположим, Y, направляется для роддов. Просим разрешить работать с хоббами вашего архива для какой-то темы. Но нужно, как бы, обосновать. Красиво написать. И то, что, если вы хотите, то X хочет поинтересоваться к этому? Почему нет? Вот сейчас, например, да, вот на прошлой неделе два таких сидела вот это. Ну, там, я имею в виду в читальном зале. И одной вечно звонил бомбинник. Она никак не могла его выключить. Он приводил в ярость всех уже там через полчаса. Вот. Нет, вполне. И очень много интересных материалов. Там есть путеводитель, он очень хорошо структурирован. Вот. Если знать польский язык, то польский фонд вообще шикарный. Вот. Знать украинский, немецкий, оккупационка вообще раз чудесно. Очень здорово. Кто бы знал еврейский? Это до потолка еврейские газеты, которые никто прочитал. Читать не могут. Потому что на иероглипах этих все ездят. А можно еще вопрос? Да. Рассказывали о таком хитром, прижимистом отношении, ну, гранических отношениях между немецкой и советской власти. А вы делали в немецкой администрации. А что вы говорите? Ну, с немцами просто сложнее было работать, потому что у них методы убеждения были такие более специфические, такие радикальные. А тут все-таки, как бы, власть позиционирует себя как своя. Поэтому, извините, ну, так себя чуть не очень удобно. Ну, поэтому... Иногда и немцы помудрялись тоже при помощи самогона приводить газообразное состояние. Всякое бывало. Просто не с такой интенсивностью, хоть это могло бы быть написано. Скажите, а насколько критично, как историк вы ставите от этих документов, которые писали в три годы советской влады в Тюрмине и Девинске на районе, одно агентство на антистическом формовании. Насколько был этот антистический фактор? Нет, просто здесь не рассматривал это. Ну, возьмем. А я хотел бы акцентовать на чьем. Ну, вот мне довелось познакомиться с документами, сборной документов ОУН, УПА на территории Беларуси. И, так сказать, нечеканно для себя, прощая одного знакомого. И он был, товарищи репрессованы, были подобные особые деды, и туда был его сын, я еще живой, поважанный человек. Оказалось я, и он был... Я не дал его историю репрессий, он такую ширую историю. Оказалось я, по этих документах советских купил проходить, как посыльный, связывал мясцовую бандеровскую сетку, аж ну, с посольством Америки в Москве. А, да, естественно. И это подается вот, ну, в этом вот сборку документов, как бы без комментариев. Ну, мне так это... Я не человеку скинул доведом, а так это, ну... Я так вот говорю, что ему это будет напружно в тебе, рожденные часы такие, а дальше отымают коллеги, без комментариев. Которые в Москве, да. Не было места, я веду его за этого человека, он просто собравный хотел съехать в Америю, повторю, кому у него там, в связи с посольством Америки реальное. И паспорт у него был, наверное, не на Америке так само. Но это одна история. Другая история, одна история с коллективизацией. Как раз 48-49 год, это история моих стариков, скажем так, когда и прописывали, ну там, все что угодно, и подкидывали документы, и потом оказывается, что вот той человек развивал бурную анти-советскую деятельность. Хотя на самом деле справедливо было, чтобы баба побила бабу, за то, что колгахница хотела зацернуть в колгах. Насколько вы, историк, критично ставьте, сможете вы, адрозник, где, скажем так, фальш, где приписки, что было, что не было? Я не столько могу до этого ставить. Тут надо сравнивать документы, конечно. Дело в том, что очень часто, действительно, в те годы, и не только в те годы, еще и потом, могли человеку пришить политику там, где политики не было, в принципе. Это типичный способ, как бы, человека вывести из игры, потому что за политику человек зарабатывает гораздо увесистее, чем, ну, простой криминал, или что-то еще. Но дело в том, что есть вещи, которые можно просто сравнивать. Вот. То есть, например, вот условно говоря, вот есть какое-то одно дело, да, и вот говорится, что человек там, там, посажен за антисоветскую деятельность, но при этом там, кого-то упер корову там, ну, условно говоря, я подумал, что это, наверное, за кого-то его. А потом раз, с другого ракурса, предположим, это было собрание партийное, а тут собрание местного сельсовета, и там говорится о том, что он реально, значит, ну, как он на советскую власть, да, ну, а корову действительно упер, но говорил тоже всякий там, пущал пропаганду, условно говоря. Так что вот, и вот это вот, сравнить два документа, все получается как бы то. Есть еще другие вещи тоже, например, вот отдельные дела, они как бы с грифом до, ну, допуск ограничен. То есть, эти документы можно почитать, но на них нельзя ссылаться и нигде не использовать. Кстати, тоже загадочная вещь, это называется, на тебе конфетку, иди с какой-то чем почувствуете, да, там, да, и положить его в карман тут же. То есть, зачем же тогда документ, в котором нельзя ничего сделать? Вот. Но при этом, например, вот это в райкомовском каком-то там фонде, но ты берешь фонд райисполкома, и вот это же самое, вы знаете, тут можно, если когда-то будете вот, ну, в нашем активе, то, по сути, там есть такие чудеса. Вот, значит, да, вот, до, 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 и параллельно другое дело, и вы видите совсем другие вещи. О, так вот, этот человек во всех цветах и красках. Вот. То есть, где-то там цельный, или наоборот, где-то в райисполкоме, о человеке только так, мазком, легким штрихом, а вот в партийном, его там так хорошо разблескали, то есть, совершенно все по-другому. И причем, там уже не ДО, то есть, вот этот же факт, который почему-то по одному фонду проходит, как допуск ограничен, а вот здесь, читай, не хочу, ссылайся, сколько хочешь. Вот. То есть, ну, это есть такие вот хитрые, вот такие механика, но, по большому счету, на самом деле, вот, что действительно недоступно, это, если это особая опаска. Вот тут, все. Это увидеть, как свое собственное уши. Вот. А даже если увидеть, то, скорее всего, не сослаться. Вот. Потому что войсковые операции были серьезные, вот они все закрыты. Вот. Не так уж их и много, но, тем не менее, кое-что было бы интересно, конечно, для них. Потому что, вот особенно на Белозерск, пальба, конечно, была страшная. Вот. И так вот, подумать, вот, приехал человек, предположим, значит, ну, опять же, агент из Москвы, там, из Петербурга, из Ленинграда тогдашнего, он бы попал на совершенно другую планету. Потому что везде, вроде как, советская власть, все радуются, а здесь совсем все как-то иначе. Вот. Удивительные, конечно, и дела. Вот. И вот во многом, конечно, поэтому до сих пор, вот, западная Беларусь, она как-то даже иногда для восточников, она, ну, их втыкает иногда просто в угол, они не могут понять, о чем делать. Вот. Была даже ситуация, один там, не буду говорить, науковец, сразу же ему сказал, как в другую страну приехал. Вот. Другая психология. Вот. Вот. Она не лучше, не хуже, она просто другая. И вот это очень хорошо, то есть у нас есть двое что-то вот. Ну, такое, мы слои пишем. Слушай, к чему-то отвечаете. Вот. Наверное, ваше внимание уже слишком узловно теперь. Спасибо. Спасибо вам всему. Спасибо.